Всем привет! Вы находитесь на канале Рем.Инфострой. Фиброволокно для чего используется в цементном растворе, как использовать цементные стяжки для пола. Существуют разные технологии обустройства пола в доме, но всегда к нему выдвигают ключевые требования. Он должен быть ровным, теплым и чистым. Отличной основой для такого пола может стать полусухая стяжка пола с фиброволокном. Это современное и удобное решение позволит подготовить отменное основание для будущего настила, ламината, паркета, ковролина или линолеума. На такую стяжку покрытие ложится ровно и будет служить дольше. Чтобы разобраться в этом новом материале, нужно немного больше о нем узнать. Для этого мы решили расставить все по местам в этом обзоре. Состав и характеристики Фиброволокно – это искусственный материал, полипропилен или полиамид. Еще может быть стальная и базальтовая фибра. У него имеются волокна с длиной от 3 до 18 мм и диаметр 20 мкм. Имеет низкую электропроводность, на поверхность нанесена масляная основа, которая способствует лучшему проникновению и распределению подстроительной смеси. Такое волокно замешивают непосредственно в раствор, и оно отлично может армировать стяжку. Но стоит обратить внимание, в некоторых случаях против физики не попрешь. И бывает так, что пол растрескивается. Для того, чтобы таких неприятностей избежать, лучше использовать волокно в комбинации со сварной стальной сеткой. У фиброволокна есть ряд «за», которые делают его все больше популярным, а именно равномерное распределение по строительному раствору, низкая цена, возможность использовать в любых помещениях при условии покупки сертифицированного товара, совместимость со всеми известными добавками к бетону, возможность использования различных пропорций материала. К примеру, для того, чтобы обеспечить строительные работы по заливке стяжки, хватит внести всего 300 г на 1 кубометр бетона. Если же использовать в два раза больше, то прочность покрытия повышается в разы. Максимальный результат реально достичь, используя 800-900 грамм волокна. Промышленность производит несколько видов фибры, имеющие разные физические свойства и цену. Стеклофибра Стекловолокно производится из циркония. Представляет собой комплексную нить 8-10 мкм из нескольких тончайших волокон, имеет длину до 12 мм. Материал экологически чистый, не подвержен гниению и коррозии. В основном применяется для армирования газа, пенобетонов, при отделочных работах, штукатурка стен, производстве легких облицовочных плит, декоративных, скульптурных и архитектурных изделий, звукозащитных барьеров и т.д. Ее способность по сравнению с другими видами фибры в том, что при схватывании армированного раствора, внимание, толщиной менее 3 см не происходит образование трещин и расслаивания. Применять стекловолокно и для стяжек пола, но мало, из-за более низких показателей прочности стяжки по сравнению с другими видами фибры. Прочность бетона на изгиб и растяжение возрастает в 3-5 раз, ударное в 10-12 раз. Ее основное предназначение – штукатурные смеси. Из-за сложности изготовлений и высокой стоимости шехты, из которой она производится, стеклофибра относится к средней ценовой категории. Внимание! Из-за высокой хрупкости стекловолокна его нельзя применять в вкладочных растворах и готовых монолитобетонных изделиях. Стальная фибра изготавливается из высокой углеродистой прологии диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 5 мм 15 см. Используется в промышленном строительстве и заводском изготовлении монолитных железобетонных конструкций, в основном для фортификационных и гидротехнических сооружений, мостовых пролетов, зданий аэропортов и взлетом посадочных полос. В жилищном строительстве нашел применение в наливных и бесшовных полах. Для стяжек практически не используется, так как в тонкослоенном бетоне до 4 см способствует образованию местных разрывов в 1,3 мм из-за различных коэффициентов расширения при изменении температуры, которые со временем разрастаются до микротрещин. Армирование стальной фиброй позволяет снизить трудоемкость работ на 27%, снизить суммарную стоимость изделий на 5-7%, увеличить прочность на изгиб в 2 раза, на растяжение в 20 раз. К недостаткам относится высокая проводимость звука элементами армирования, в результате чего коэффициент шумопоглощения стяжки снижается. Базальтовая фибра представляет собой короткие волокна толщиной 20-500 мкм и длиной 1-150 мм, получаемые при плавлении горных базальтовых пород до 1400 градусов. Это лучший армирующий материал для всех применяемых в строительстве. Его использование повышает прочность бетона, ударную в 5 раз. Этим показателем характеризуется хрупкость бетона и оценивается количеством работы, которая необходима для его разрушения, на изгиб в 3 раза, на раскалывание в 2 раза, сжатие и растяжение в 1,5 раза, морозостойкость в 2 раза, кроме того улучшается водонепроницаемость в 1,5 раза, сопротивление истеряемости до 3 раз. Пропиленное фиброволокно Современный армирующий материал из гранулированного высокомодульного термопластичного полимера получают путем продавливания вязкой массы полипропилена через тончайшие отверстия. Технологический процесс называется экструзия. С последующим вытягиванием вдоль структурная модификация волокна белого цвета имеют длину от 6 мм до 2 см, диаметр 15-20 мкм. Необходимо отметить, что в продаже типоразмеры волокна в одной упаковке условные, что обусловлено технологическим процессом. Применение полипропиленного волокна в бетоне улучшает его показатели прочности незначительно, на растяжение и сжатие в 0,6 раз, на изгиб коэффициент единица. К плюсам относится и повышенная звукоизоляция армированного бетона. Довольно популярная добавка, которая снижает вес конструкции, одновременно укрепляя их. Такая фибра выдерживает перепады температур и воздействие агрессивных химических веществ. Волокно из полипропилена применяют для стяжки пола, фундамента и стен. Для чего нужно волокно? Использование стяжки для пола фиброволокна позволяет получить такие преимущества. Оно не дает смеси растекаться, держа ее в куче. Фиброволокно позволяет снизить в смеси содержание воды. Она нужна только для дегидрации цемента. Такая опция не дает растрескиваться стяжке, увеличивая срок службы, улучшает характеристики поверхности. Она становится армированной, повышает устойчивость к стиранию и сопротивляемости ударам, снижает уровень водного поглощения, пол с такой стяжкой не оседает, улучшает характеристики морозостойкости и огнестойкости. Цена стяжки, она конкурентная, независимо от ее толщины. При использовании фиброволокон можно исключить стальную армирующую сетку. Инструменты для работы Прежде чем начать армирование стяжки пола фиброволокном необходимо позаботиться об инструментах. В работе вам понадобится цемент, песок, фибра, профиль из алюминия, уровень и линейка, провила, рулетка, шпатель, инструмент для смешивания раствора, дрель, пневмонагнетатель, нож, саморезы, отвертка. Песок нужно использовать морской крупностью 2,6-3, цемент с маркой 400 или 500. Помимо волокна нужно применять добавку, которая пластифицирует смесь. Технологический процесс использования фибрового окна Технологический процесс включает несколько важных этапов. С каждым из них мы разберемся детальней. В самом начале нужно приготовить основание для стяжки. Необходимо исследовать поверхностный предмет наличия трещин, перепадов и других дефектов. Если таковые обнаружены, устранить их, используя цементный раствор. Поверхность пола должна быть сухой и чистой. Далее нужно выставить уровни. Для этого по горизонтали пола производят замеры, при этом делая отметки на стенах. Тут необходимо использовать маяки. Они могут быть из деревянных брусков, кирпичей или саморезов. Их нужно закрепить на полу. Важным моментом есть прокладывание гидроизоляции перед заливкой. При подготовке раствора используют цемент, песок и фиброволокно для стяжки пола. Соотношение первых двух компонентов 1 к 3. Фибры нужно использовать в том количестве, которое соответствует выдвигаемым требованиям. Сухие компоненты тщательно перемешивают, потом разбавляют водой до получения необходимой консистенции. Если планируется укладка теплого пола, то необходимо осуществить утепление. Когда такого не предусмотрено, то можно сразу переходить к бетонированию. Оно включает в себя заливку раствора толщиной от 3 до 5 см. Ее нужно выровнять провилом. Если нужна заливка еще одного слоя, то к этому нужно приступать только после высыхания первого. Последний этап – выравнивание поверхности. В этом поможет слифовочный прибор. Такая финальная обработка позволит выровнять поверхность и поможет повысить ее прочность. Затирку нужно проводить только спустя 15-20 минут, после окончания заливки. Для избавления от пыли после выравнивания нужно покрыть пол специальной грунтовкой, предназначенной для таких работ. Она придает поверхности антисептические свойства. После завершения нужно дать полу отдохнуть и устояться. Важно уберечь его от сквозняков. В этом поможет полиэтиленовая пленка. Чтобы стяжка не пересохла во время летней жары, ее необходимо время от времени увлажнять из пульверизатора для создания необходимой влажности. Выводы Армирование стяжки пола фиброволокном очень удобно. Во-первых, это позволяет качественно укрепить ее. Во-вторых, это намного удобней, так как волокна распределяются по всей поверхности раствора. Это самое важное. Стоимость фиброволокна в разы меньше, чем сварной стальной сетки. И работать с ним удобней. Волокна можно добавлять в разных пропорциях, в зависимости от требования к стяжке. Производить работы по заливке возможно и самостоятельно. К тому же делать это несложно, главное выдержать все этапы. Это позволит получить хороший, крепкий и долговечный пол, который обойдется дешево и сердито. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях. Пока! 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 Пока!